ребята привет с вами снова марк рыбак и видеоблог смена поздравляю вас с днем знаний с началом осени и сегодня я попытаюсь ответить на вопрос зрителя нашего блога он задавал вопрос о том чем отличается матрица full frame от матрицы с крупфактором и вот у меня так пафосно называется ролик full frame против crop factor но на самом деле мы прекрасно понимаем что никакого противостояния тут нет что полная матрица конечно круче конечно лучше но если вот человеку задать вопрос а чем она круче скорее всего можно услышать очень невнятные ответы что например там ну профессионалы все снимают на full frame или там ну стоит же дороже значит должна быть лучше на самом деле почему в чем преимущество полной матрицы мы сегодня попробуем разобраться для начала напомню что такое вообще крупфактор дело в том что размер пленочки негатива узкоформатного у нас 24 36 миллиметров это и есть в общем-то размер полного кадра на заре производства цифровых зеркалок очень дорого было произвести такой размер матрицы и для того чтобы зеркалки были более менее доступны японцы придумали более узкую матрицу то есть кровь фактор это матрица меньшего размера в определенных пропорциях относительно full frame а обычно эти пропорции 1 и 5 у никона 1 и 6 у канона ну и у канона есть еще такой забавный формат формат к фактор 1 и 3 на более профессиональных зеркалка вот так в чем же прикол то почти почему у нас полная матрица более крутая потому что тут такой есть очень тонкий момент дело в том что больший размер матрицы позволяет нам получить больше пиксель по размеру и это прям ключ ключевая история то есть большой пиксель дает нам очень серьезные плюсы в таком критерии как динамический диапазон если вы не видели ролик про динамический диапазон обязательно посмотрите и вот большой пиксель дает возможность получить более широкий динамический диапазон опять же вопрос почему тут все очень интересно и прикольно а есть такое понятие как емкость пиксель это понятие действительно вот в общем как как стакан вот если стакан вот такой то в него вот столько воды можно налить а если стакан вот такой то и в него естественно можно налить два раза больше воды по спицерам то же самое его физический размер влияет на то сколько фотонов на него попадает. То есть количество фотонов, попавших на пиксель, создает в нем такое же количество электронов. И каждый пиксель может переработать определенное количество фотонов. И чем больше сам пиксель, тем больше это количество. И поэтому тем расширяется у нас количество оттенков от черного к белому, то есть количество полутонов, и мы получаем больше информации в цветах, В тенях и так далее То есть динамический диапазон у нас расширяется И здесь получается такая вот история интересная Дело в том, что мы все знаем, что фотография это у нас растровая графика Растровая графика это значит изображение состоит из точечек И чем у нас больше точечек, тем у нас лучше качество изображения А чем у нас больше точечек, тем у нас точечки мельче А тут получается, что большой пиксель дает вот такой серьезный прирост в качестве В качестве не именно разрешения, а в качестве расширения динамического диапазона Кроме этого большой пиксель дает нам расширение светочувствительности То есть у нас матрица может работать на более высоких значениях светочувствительности Это момент номер два Момент номер три Меньше шума, матрица меньше шумит Вот это самые главные, самые основные преимущества у нас фулл фрейма И именно поэтому я, допустим, против того, чтобы в маленькие матрицы втыкали большое количество пикселей Вот сейчас уже в матрицу OPSC втыкают 28 мегапикселей Не нужно туда 28 мегапикселей, это много Это получается маленький пиксель, меньше динамический диапазон, больше шума, меньше возможности по светочувствительности и так далее То есть это уже вредит Вот такое количество пикселей такой матрице вредит А если мы будем говорить про какие-то любительские фотоаппараты То там большое количество пикселей, это, конечно, зло, это чистый маркетинг Вот, это основные преимущества Преимущество второе фулл фрейма Дело в том, что когда мы имеем узкий кадр, то он и работает, скажем, не со всей линзой То есть линза работает только в центре Это очень хорошо для объективов EFS, которые специально заточены под кроп-фактор Но это не очень хорошо для профессиональной оптики То есть профессиональная оптика, которая создана таким образом, чтобы на весь кадр давать хорошую картинку На весь кадр 24 на 36 Поэтому именно полноматричные камеры уже в китовом комплекте продаются цельной в основном оптикой Ну, если это Canon, да? Вот, такие преимущества В общем-то, тут большой вопрос Что лично вам нужно? Итак, перейдем теперь к матрице PSC У нее на самом деле тоже есть свои достоинства И главное достоинство, это, конечно, цена Они гораздо дешевле, ну, потому что производство этих матриц дешевле И поэтому фотоаппараты с такими матрицами куда дешевле И вот тут, учитывая все, что мы тут обсудили Есть очень приличная пища для размышлений Нужна ли вам вот эта вот крутость, вот эта вот полная матрица Зачем она вам? То есть, если вы будете печатать фотографии большого формата С хорошим качеством То да, вам нужен динамический диапазон Вам нужно там количество оттенков, чтобы было лучше и так далее А если вы, например, для интернета собираетесь изображение создавать То тут нужно подумать И вполне возможно, что стоит прикупить камеру подешевле И оптику подешевле для начала Но, если вы собираетесь в дальнейшем продолжать Рано или поздно собираетесь купить потом полную матрицу То надо сразу задуматься насчет оптики То есть, чтобы она подходила и туда, и туда Потому что оптика для камер с крупфактором Она обычно не подходит для полноматрицы Вот Потом момент номер два То есть, из-за вот этой вот обрезки У нас телеобъективы становятся еще больше телеобъективами на матрице ПСЦ Но там беда уже с широкоугольниками Но, опять же, есть специальные объективы Там типа 10-22 Которые специально имеют очень широкий угол Для того, чтобы использовать их на матрице с крупфактором 1.5-1.6 Вот Я думаю, что мы сегодня попытались разобраться в вопросе С вами был Марк Рыбак Видеоблог Смена Средиземное море Город Хайфа Подписывайтесь на наш канал Дальше будем разбираться